В администрации города состоялась встреча владельцев дачных участков города Зверева с представителями Министерства имущественных отношений Ростовской области. Речь шла о кадастровой стоимости дачных участков. Инициаторами этой встречи стали дачники, возмущённые высокой кадастровой оценкой. Администрация города организовала непосредственное общение с оценщиками. От казников от дач становится всё больше и больше, а налогов в бюджет всё меньше. В качестве примера я привожу по городу по согласной ТОС постановление 80 рублей 31 копейка стоит метр квадратной земли. А в городе Красный Сулин 78,22 рубля квадратный метр. В городе Зверево 360,2 рубля квадратный метр. Евгений Васильевич, 360. Слушайте, да? Такой парадокс, смотрите, я продолжаю, чтобы присутствует, знали. Я обращаюсь в отдел МОИЗУ, вот начальник подскажет, специалисты, ну они говорят, как? Да, мы понимаем, что да, это несправедливо, но дело, а как быть? Законом чётко определены правила оценки земельных участков. Они государство нам определило, как нужно оценивать, какими методами нужно оценить, какие использовать цифры и факторы. Это государство определило, государство также определило, когда полученный результат, вот его утверждает, как бы, Министерство имущественных отношений Ростовской области. Депутаты, в свою очередь, пишут, определяют ставку, по какому, исходя из какой считать вам налог. Это государство и то, и то определило, как считать. Ваши права нарушены, если неправильно посчитаны, когда справа оценки. Вы можете обратиться в министерство. Вам в министерстве уже дали ответ четко, что там рассчитано в соответствии с законом. Оценщики ссылаются на формулу, по которой рассчитывается кадастровая стоимость. Она складывается из многих факторов. Например, при расчёте учитывается расстояние садоводческого товарищества до центра города. Чем ближе к центру, тем дороже. В Зверево даче сравнительно недалеко от центра. Поэтому, наверное, их кадастровая стоимость выше, чем в Красном Сулине и Гуково. И не помог даже самый низкий коэффициент налога, который приняли зверевские депутаты. Рост вот этот неподъемный для предпринимателей. И в том числе и арендная плата, и налоговые платежи, которые включают в себя налоговое на озере. Я понимаю. Вы же прекрасно понимаете, что у нас… Мы сейчас говорим о жизни. Да, 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 я понимаю. Просто смысл в том, что когда при выполнении работ мы используем те данные, которые есть. Мы не можем… Вот у нас в законодательстве написано. Мы должны взять средний показатель стоимости, там, сельхозными значениями, умножить на коэффициент 15. Я условно говорю, сейчас вам не рассказываю методику. В результате мы получим кадастровую стоимость этого вида разрешенного использования. И мы не можем вам, как бы сказать, нет, вот Зверево, оно такое хорошее, у них там нет незанятых и понижающих коэффициент. Это пробел законодательный, это нам Минэкономразвитие дает и утверждает методики. И мы не можем использовать, если мы используем другой коэффициент какой-то, нам напишут замечание, что не в соответствии с федеральным стандартом или федеральным законом. И получается, мы между двух огней. Государство придумало, что нужно считать кадастровую оценку. И вот так считать ее. Сейчас это законодательство меняется. Депутаты каждый квартал переписывают закон об оценочной деятельности, исходя из того, что очень много народа недовольны. Как сказал Евгений Цымбал, шанс изменить кадастровую стоимость есть. Для этого необходимо в индивидуальном порядке сделать рыночную оценку участка, подать документы о праве собственности и заявление в Росреестр.